Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Доброе, добрейшее утро! Шалом из святого города Иерусалима! И мы продолжаем заниматься самым важным делом в мире, изучать Тору, то, ради чего Бог создавал мир. Вот мы этим и занимаемся. Очень приятно. То есть очень это приятно, полезно, нужно. Изучаем Мишли, притчи царя Соломона. Мне как раз Facebook разрешил опять проводить от своего лица уроти. То у меня был... Facebook почему-то не мог разобраться, где я нахожусь. Представляете, сейчас мы находимся под колпаком у вездесущих диджитал вот этих вот монстров, что Facebook говорит, секундочку, ты где живешь? Непонятно. То ты в Тиеве, то ты в Иерусалиме, то ты в Тиеве. Подтвердить надо место твоей постоянной локации. Я им написал письмо, говорю, я живу и в Тиеве, и в Иерусалиме. То есть я живу между двумя странами, имею право. То есть могу жить тут, могу жить в Москве, я могу жить где угодно. И раньше так было нормально. Сейчас Facebook говорит, нет, секундочку, мы должны точно знать. Включи диалогацию, мы должны точно знать, где ты находишься. Иначе мы тебе не дадим выходить в эфир на странице ВАИКРа, представляете? И пока они не разобрались, где я точно нахожусь, они мне не давали, первый день опять дали. Представляете, вот насколько сейчас изменилась реальность, насколько сейчас изменилась реальность. И сейчас весь мир, если еще совсем недавно, пару месяцев назад, это могло бы вызвать возмущение. Как это так? Кто имеет право? Сейчас мы все молчим и с радостью говорим, да, да, пускай будет так, пускай будет четко, потому что вокруг ходят люди больные коронавирусом. И должны знать правительство, должны знать, где они, что они, как они. То есть мир сейчас становится другим. То есть мне кажется, Мусаев, Адам пишет, нет звука. А ну проверьте, давайте, скажите все остальные, есть звук или нет. Пожалуйста, напишите, как меня слышно. Слышно или только у Мусаева, Адама нет звука? Возможно, что он просто этот звук не включил. Потому что говорить, когда нет звука, нет смысла. Зачем говорить, если нет звука? Зачем говорить, когда не слышат? Дэн Дубрайан, Влад Косов, всем привет. Есть звук, все отлично, да, Максим. Значит, еще раз, мы находимся в удивительном периоде изменения взаимоотношений между человеком, миром, государством, Богом. То есть идет переоценка такая вот, прям максимальная переоценка ценностей. Прям у людей их старая операционная система рушится. И в этот момент вырастает новая. И как говорили мудрецы, когда придет Машех, то для кого-то это будет счастье, для кого-то это будет трагедия. Точно так же вот эта ситуация, которая сейчас, для кого-то она счастье, да. Я, например, вот у меня жена каждый день радуется, говорит, впервые за нашу 20-летнюю совместную жизнь мы сидим все дома, с детьми, дома, с нами. Все дети видят папу в жизни, столько они не видели папу одновременно, сколько сейчас. То есть все, она довольная. А, например, дети не очень, дети не очень довольны. Дети тоже довольны. Нет, я пошутил, конечно, мне дети говорят, да, мы тоже довольны. Хорошо. Значит, новым фактом является то, что сейчас мир изменился. И каждый из нас должен для себя как бы выстроить новую систему взаимоотношения с миром, с собой, с Богом. То есть нужно обязательно выстроить эту новую систему. Я написал об этом хорошую статью на портале 5сфер. Есть статья, как нажать кнопку RESET, вот это переломный момент, как нажать кнопку RESET и начать сначала. Значит, уже почти 20 тысяч человек поделились этой статьей, значит, она принесла много пользы. А мы продолжаем изучать притчи царя Соломона. Мудрейший из людей царь Соломон около 3000 лет назад написал систему взаимоотношения с собой, с миром, с людьми, с Богом, в которую он изложил с помощью понятных примеров, Мишли это примеры, притчи, он изложил систему, которую получил от Бога, он был пророк, как надо взаимодействовать в основном с людьми, с миром, с собой и с Богом. То есть он изложил это, и тот, кто удостоится, и тот, кому повезет, и тот, кто научится это делать, он может взять этот способ мышления царя Соломона, мудрейшего из людей, и встроить себе в голову, как правило, взаимодействие с миром, с Богом и с людьми. Это для этого он в притче эти писал, для того, чтобы дать каждому из нас систему убеждений, систему знаний, которая позволит принимать лучшие решения в своей жизни. Значит, и мы сейчас находимся в 25-й отрывок 11-й главы, в котором он говорит нам следующую вещь. Значит, дословно это переводится так. Нефеш – это животная душа, то есть это та душа, которая управляет телом человека. Это нефеш. Нефеш – это как бы нижняя часть души, есть высшая часть души, она соединена с Богом, то есть это непостижимый Бог, творец мироздания, как энергия, свет, луч, бесконечность и так далее. Потом эта душа, она переходит в уже самоопределение человека, это называется руах, дух человека, это его намерение. И дальше это переходит в нижнюю часть души, она называется нефеш, это то, что оживляет тело, то, что управляет телом. Это нефеш. Теперь мы, то, что мы здесь взаимодействуем в этом мире, мы находимся в нижнем скафандре, вот в этом нефеш, которая входит в тело, это то, что человек привык называть собой. Это скафандр из мяса, мясо, кости – это тело. Теперь говорит нам царь Соломон, нефеш, то есть обычно человека называют нефеш, ну душа, да, душа моя, говоря человеку, это имеет в виду его нефеш. Нефеш благословляющая, она будет, ты душан, ты душан – это она будет напитана жизненными соками, жизненностью. То есть душа, которая благословляет других людей, это браха, пожелание добра, пожелание увеличения добра и увеличения всего хорошего. Нефеш браха – душа благословляющая, она будет напитана. Она будет напитана, как растение, которое его посадишь в воду, и оно питается этой водой. Так же человек, он будет здоров, то есть тот, кто насыщает других, тот, кто дает другим питание, то есть тот, кто дает другим еду, да, то есть он будет что? Он сам будет накормлен, он сам будет накормлен. Открывает очень серьезный принцип мироздания. Та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. То, как ты думаешь и действуешь по отношению к другим людям, возвращается к тебе в той же мере, в которой ты это делаешь. Теперь переходим на психосоматику. Обычный человек, у него внутри есть некое, его личное, каждый живет в своей модели мира. И в этой модели мира у человека есть изначальное отношение к другим людям. Кто-то изначально людям доверяет, кто-то изначально людям не доверяет, кто-то изначально людей любит, кто-то изначально людей не любит. Кто-то изначально относится к людям по-разному, да, он говорит, вот там я, например, женщин люблю, а мужчин не люблю. А кто-то говорит, а я наоборот, мужчин люблю, женщин не люблю. Кто-то разделил людей изначально, у него в голове в модели мира, он разделил их по каким-то национальным признакам, по религиозным признакам. Но у большинства людей мир разделен внутри, на добро, зло. И он кого-то ненавидит, кого-то любит. Это как большинство людей. Кому-то он желает зла, кому-то он желает добра. Кого-то он считает жертвами, кого-то он считает преступниками. То есть у каждого человека есть внутри некая модель мира, в которой он живет. И обязательно у нормальных людей есть кто-то, кто виноват. Кто-то, кого-то преступники. Кто-то, кого-то надо наказать. Кого-то даже надо убить, по его мнению. Вот таких расстреливать надо, говорит человек. А вот таких надо там вешать. А таких сжигать. А вот это вот, например, я. Я хороший человек, говорит человек. Меня таких, как я, надо любить. Но получается, у него все это внутри происходит, внутри его же головы, внутри его же модели мира. И оно из его внутри никуда и не выходит. И получается, у большинства людей внутри есть очень много зла по отношению к какой-то категории людей или конкретно к каким-то людям. И вот это зло, которое в них есть, оно является тем фильтром, сквозь который на них идет божественный свет. И божественный свет, его не больше, не меньше, его для всех одинаково света. Просто у каждого есть разное грязноты стекло, которое пропускает этот свет. И вот этот вот грязность, прозрачность стекла определяется твоим отношением к другим людям, твоим отношением к мирозданию в целом. То есть есть люди, у которых внутри много зла. И у них это стекло как копотью покрыто, да? И даже если это зло по отношению к какой-то категории людей, то оно все равно у человека забирает вот этот божественный свет. Потому что у него часть его внутреннего мира, она закопченная такая печка. Теперь говорит нам царь Соломон, душа, которая благословляет, она через это благословение по отношению к другим людям, она сама насыщается. То есть вот я вас всех сейчас благословляю. Все, я благословляю, чтобы все были здоровы, чтобы все были счастливы, чтобы все были богаты, чтобы у всех было хорошее настроение. Шломбает. Я благословляю всех, кто сейчас меня слушает. О, отлично. И я в этот момент, моя душа в этот момент насыщается. То есть то благословение, которое я сейчас даю, оно создает ту реальность внутри меня, которая пропускает много божественного света. Благословляющий будет благословлен. То есть есть такая в Торе прям выражение. Теперь вторая часть вот этого. А тот, кто питает, будет напитан сам. То есть тот, кто дает другим еду фактически, нам вот мама дает, моя жена всех покормила завтраком, да, он будет напитан. То есть тот, кто помогает бедным, обездоленным, тот, кто помогает людям, которым нечего кушать, то ему Бог обеспечит, чтобы у него было питание. Та мера, которую человек меряет, меряет ему. Такой важный отрывок. И в этот момент вот очень важно, как его использовать. То есть есть очень, я прям такая, что когда человек, когда человек в... Па, я сейчас... Привет, Па, я провожу сейчас урок Торы и не могу сейчас с тобой... Да, я закончу, я перел... Все у нас хорошо, все, хорошо? Ну, я не спал ночь, неважно, все. Все, проведу, наберу сейчас, хорошо? Все, будь здоров. Можешь, хочешь послушать, если оно одновременно идет и не мешает, можешь тоже послушать. Вот. И значит... Забочется. Понятно, да? Значит, благословляющая душа, она будет напитываться. И душа, которая... Душа, которая кормит других, она будет тоже накормлена. Это нам пообещал царь Соломон. Дальше, следующий отрывок, он с этим связан, 26-й отрывок. Он звучит так. Монеа бар и кву леом. Тот, кто от других... Тот, кто не дает другим хлеб, его проклянет народ. У брахали рош-маш-бир. И благословение на голову того, кто насыщает. Значит, мы помним здесь историю Иосифа. Был такой Иосиф праведник, которого братья продали в Израиль. И он... Продали в Египет. И он потом стал, когда фараон ему задал вопрос. Говорит, мне снился сон про семь коров жирных, потом семь коров тощих. Семь колоссиев жирных, семь колоссиев тощих. И тощие колосси съедали жирные колосси, тощие коровы съедали толстых коров и сами не поправлялись. Фараону снился этот сон, и он не понимал, что это за сон, откуда этот сон. И тогда Иосиф... Так получилось, что вспомнили, что он умеет расшифровывать сны. Он сидел в это время в тюрьме. Его позвали. И Иосиф ему говорит, как раз Иосиф ему говорил о нашей ситуации с вами, что будет семь жирных лет, то есть будет семь богатых лет, когда все будет хорошо. И будет семь тощих лет потом. И вот эти вот тощие коровы или тощие колосси, они съедят то, что у людей было накоплено за жирные годы, и даже следа не останется. Даже не будет видно и не будет воспоминания о жирных годах. Это как раз то, что мы сейчас видим. Было даже с 2008-го, было 12 жирных лет. Все росло в мире. Все это там Доу Джонс и все эти биржевые, все росло невероятным образом. Потом в Египте начались семь лет голодных. И Иосиф, когда он расшифровал этот сон, он дал фараону сразу совет. Он говорит, смотрите, совет мой такой, нужно в течение семи жирных лет 20% от того, что вы зарабатываете, то, что выращивается, складывать в хранилище, и потом будет еда, потом будет еда. И он, значит, фараон его назначил премьер-министром, и Иосиф собирал в течение семи жирных лет, собирал вот эти вот еду и так далее в хранилище, а потом он кормил народ. То есть он спас египетский народ, спас от голода, спас не только египетский народ, а все народы вокруг приходили покупать, приходили покупать, значит, еду в Египет. И получилось, что Иосиф, он спас и фараона, потому что фараон стал самый богатый тогда в мире человек, потому что он всем продавал еду. Иосиф, у него был премьер-министр. И он спас людей, людей, потому что он в течение жирных лет, он собирал вот этот фонд, который, ну, фонд сохранения. И потом было, что кушать всем. Теперь, но бывает и по-другому, есть те, которые правители, которые они не дают народу еду, они неправильно, неправильно управляют народом, людьми и так далее. Или есть те люди, которые, например, в личном плане, которые тоже они, например, есть история в Танахе, очень интересная, называется Свитокрут, Медилатрут. В Свиткерут, Медилатрут рассказывается о том, что был такой один из великих в народе Израиля, Эли Мелых его звали. И он был великим в народе Израиля. И наступил голод. И он, значит, стал перед выбором. Он понимал, что сейчас придут все к нему просить еду. Он был очень богатый. И он для себя подумал, что, как у него был расчет. Отказать я не могу, думал он. Я же добрый, хороший человек, и нельзя отказывать, когда люди у тебя просят еду. Ну и дать всем я не могу. Что, как я всем дам, если на всех... И что сделал тогда Эли Мелых? Он собрал свою семью и уехал за границу в Муав. Он думает, я пережду ситуацию в Муаве. В Муаве, в полях, пастух, разбили они шатры, все такое. Чем закончилась история с Эли Мелыхом? Эли Мелых умер. Его сыновья умерли. И осталась только его жена. Наома ее звали. И невестки. Две невестки были. Рут и Опра. Которые решили вернуться в Израиль. Дальше известная история, что Рут, она прошла Ди-Юр, и она стала бабушкой царя Давида. А Опра вернулась, и она стала бабушкой Галиата. То есть, две сестры, от них пошли два разных совершенно направления. Этот вот богатырь, которого потом убил Давид. То есть, было силы зла, силы добра и так далее. Интересная история. Значит, здесь нам просто царь Самон сообщил такую вещь. Что тот, у кого есть, и он не дает других, его будут проклинать. И браха будет благословение на того, кто помогает другим. То есть, он нам дал этот закон, который еще раз нам объяснил предыдущий отрывок. Что тот, кто других благословляет, хорошо относится. У него будет здоровье, у него будет сила внутренняя. Тот, кто будет других кормить, тот будет накормлен. И дальше, обратная сторона этого же. Кто удерживает у себя хлеб, того проклинает народ. И благословение на продающего. Тот, кто дает и продает, на того идет благословение. Понятно. Теперь дальше. И двадцать седьмой отрывок. Двадцать седьмой отрывок, он как раз подводит итог. Значит, звучит он так. Шохер, тов, ивакеш, рацион. Тот, кто стремится к добру, он просит благоволения Всевышнего. То есть, он ищет благословение Всевышнего. Кто стремится к добру, тот как бы просит стремиться к благословению Всевышнего. Теперь. А кто ищет зла? Ведуреш раа. Тот, кто ищет зла? Тевуэна. К тому оно придет. Опять тот же самый принцип. Та мера, которую человек меряет, меряет ему. И даже если ты ищешь зла для кого-то, кого ты считаешь виновным, то то зло, которое ты ему даешь, оно же внутри тебя и остается. Это касается гнева, зависти, раздражения, обвинения. То есть, чем ты ищешь виноватых, тем больше у тебя внутри создается вот этот вот комок вот этого зла, который на тебя же потом и приходит. То есть, человек, который волнуется, там, например, или ненавидит кого-то. Вот сейчас все ищут виноватых. Кто виноват? Никто не виноват. Бог дает нам урок. Бог дает нам некую новую ситуацию. Никто не виноват. Это то, что делает Бог. От Бога не идет ничего плохого. От Бога идет только добро. Теперь в этот раз добро идет в виде того, что все должны прекратить бесконечную погоню. Общество потребления должно остановиться. И подумать, что стремление к потреблению, к увеличению, все вот эти вот, все растет, экономика, акции, деньги, это чересчур. То есть, чуть-чуть пошел перекос в сторону общества потребления. Люди забыли про духовность. Бог, значит, дает всем хороший урок. Он говорит, остановитесь чуть-чуть, подумайте. Посидите дома. Пообщайтесь с семьей. Позанимайтесь спортом. Посмотрите вообще вокруг себя. Полюбуйтесь. Я вот начал чеснок выращивать. То есть, я думаю, чем вот дома заняться таким? Я никогда не выращивал. Я вообще ничего не выращивал. Я не сельскохозяйственный человек. Но тут я смотрю, где-то я увидел, что вот так красивенько зубчики чеснока кладешь. Увидел фильмик такой, да? И он такой опыт становится зелененьким. Думаю, а ну проверю. Положил зубчики чеснока. Я вижу, что такое природа. Какая вообще мудрость и сила заложена в это мироздание. Что из зубчика, если он лежит в воде, начинают лезть корешки. Из него спереди, вы знаете, у него такая шкурка. И есть вот этот росток, он ее пробивает. Представляете? Там такая сила, зеленая такая штука вылазит и пробивает этот росток. То есть, я понимаю, что мир, он запрограммирован Богом. Что Бог все предусмотрел. Что Бог обо всем заботится. Что Бог заботится о каждом там растении. О каждом животном. О каждом листочке. О каждом все нормально. Только люди, иногда люди, сами по себе, они портят свою жизнь и портят мир. И сейчас Бог нам дал сигнал, чтобы мы задумались, куда мы идем, в каком направлении мы идем. И здесь написано, что шохер тоф, тот, кто стремится к добру, то он найдет, он будет стремиться и соединиться с Богом. То есть, он понимает, что желание Бога, это всегда добро. Желание Бога, которое выражено в заповедях, выражено в Торе, это всегда добро. Значит, если я, мое желание совпадает с желанием Бога, то я с Богом попадаю в резонанс. Отлично. Теперь, но тот, кто стремится к козлу, тот, кто начинает что-то там, кого-то обвинять, кого-то ненавидеть, преследовать, он становится человеком. Вот смотрите, я вам очень хороший пример. Например, что такое стресс? Если человек держит вот так бутылку, это тяжело или не тяжело? Не тяжело. Это не тяжело. А если он целый день ее так держит, у него отвалится рука. То есть, даже легкое беспокойство, легкий стресс, легкий негатив внутри, если он сохраняется долгое время, то он внутри производит как нарыв такой. Поэтому, очень важно сбросить с себя все вот эти вот негативные все штуки, да? И сказать, что в мире Бог мир любит, иначе он бы его уничтожил. Если бы Бог мир не любил, он бы его уничтожил. Раз мир существует, значит, Бог мир любит. Раз он его любит, значит, есть какая-то, если мне сейчас плохо, значит, есть у меня внутри какая-то сложность, что-то неправильное. Понятно, да? Поэтому человек должен убрать от себя все зло, все стремление ко злу. Понять, что от Бога идет только добро. И начать стремиться к добру. Человек, который написано, о сэре, цунок и рацунеха, делай волю Бога как свою, чтобы он сделал твою волю как его. Тогда у него появляется большая сила. Если он тогда с этой силой благословляет других, то на него идет еще больше благословения. А тот, кто стремится ко злу, оно на него придет. То есть в какой-то момент действительно все в этом мире умирает. Раньше, позже и так далее. Но то, что идет в сторону зла, оно умирает раньше. Поэтому нужно убрать у себя всякое стремление к любому злу. И все будут здоровы. Все, всех благословляю, что все были здоровы, счастливы. Чтобы была радость в жизни, чтобы не было ни на кого ни обид. Все, что Бог делает, все к лучшему Он делает. Все, удачи, всем успехов, всем хорошего, прекрасного дня. И добра, добра и мира. Все, всем пока.